Вот такой вот пейзаж хочу вам показать. Смотрите, друзья, мы находимся на территориях за колючей проволокой. Вот ещё шаг, и начинается другое государство. А там вот такие вот заманчивые апельсинчики растут, розочки, какие-то шейхи живут. Видите? Птички поют, апельсинчики не рвут. Так вот весело у нас тут. Можно по башке получить ни за что, ни про что. Зимние розы. Я очень люблю розы, поэтому я вам тоже покажу свои любимые цветы. Тем более, что сегодня у нас январь месяц, конец января. А розочки как цвели, так и цветут. Вот тут лимончики симпатичные, видите? Всё затянуто колючей проволокой, потому что эти земли принадлежат... В общем, скажем так, эти земли принадлежат другому государственному управлению. Здесь очень много земель принадлежит разным церковным конфессиям. Это вы уже, наверное, знаете. Ну, в том числе земли вот в этом районе. Этот район называется Стелла Марис. А Стелла Марис, это, как известно, район монастырей. В том числе здесь есть монастыри кармелиток. Потому что мы на горе Кармель ещё находимся. Но, тем не менее, эти земли Израилю как бы уже не принадлежат. Так, дальше пойдём. Друзья мои, хочу, чтобы вы послушали птиц иноземных. Рассказывает птиц иноземных. Вот мы видим фрагменты хлебных деревьев, на них действительно вырастают такие плоды округлые, такой формы, которые можно испечь в печке, например, или на костре, а внутри будет такая субстанция, похожая на булочку свежую, скажем так. Так вот, друзья, живут у нас в монастырях. В следующий раз я вам покажу настоящий монастырь, а сегодня я только показываю вам только сад. Так, а сегодня я показываю только сад, друзья мои, волшебный сад. Сегодня 29 января, через три дня у меня день рождения. Я гуляю по всему Израилю, в том числе по колючей проволоке. Боюсь спугнуть этих птиц, замечательно. Дальше пошла.